Еще один праздник – Всемирный день туризма. Отмечается 27 сентября. Он касается и тех, кто по путевкам ездит в отели теплых стран, и тех, кто с рюкзаком за плечами покоряет горные вершины. Таких классических туристов сегодня немного. Начальник управления культуры Ирина Мершина из их числа минимум раз в год, а если повезет, то и чаще она уходит в горы. Далеко от цивилизации, где нет интернета, мобильной связи и никакого благоустройства. Палатки, костер, природа. На сегодняшний день это уже больше года. Как я бы в разных походах, разная длительность провела вне дома и именно в походных условиях. Это столько накопилось много. Любовью к путешествиям вверх на сотни метров над уровнем моря Ирину Леонидовну, да и всех, кто сегодня в Анжиросуджинске увлекается горным туризмом, заразил один человек. Сам душой и сердцем преданный путешествиям к вершинам. Это Юрий Владимирович Мирошников. К сожалению, он уже ушел из жизни в 2010 году достаточно молодой. Ему было всего 58 лет. Он когда-то приехал в Киргизию, в наш город. И тогда у нас и не было горного туризма в городе. А когда приехал Юра, то он как раз и предложил нашим туристам пойти в серьезные горы настоящие. Его можно так даже назвать основоположником горного туризма в нашем городе. Все, кто сейчас умеет ходить в горы, их когда-то самых первых научил это делать именно он. При многих предприятиях существовали просто профсоюзные турклубы. Например, в прямом заводе был турклуб «Кедр». У нас был городской турклуб туристов «Пангея», где люди после работы собирались в определенные дни, общались. И вот они там тоже после работы решали, кто куда летом пойдет. Плюс были вылазки в выходные дни, например, в какие-то длинные праздники, когда люди выезжали куда-то в ближайшие территории. В памяти Юрия Мирошникова, человека, влюбленного в горы, посвящена книга, выпущенная его друзьями в 2011-м. В ней рассказы о путешествиях, восхождениях на вершины и перевалах, о том, чем живут и дышат туристы, людям, покорившие много высот. Начинала я с Северного Тиньшана, потом был наш Кузнецкий Алатау под Небесной Зубьей не один раз, а потом очень много гор на Алтае. Север Чуйских хребет, значит, Катуньских хребет в большей степени. Потом еще в 2017 году я схватила группу на Центральный Тиньшань. Это было очень интересно, приехать на Иссыкуль, на южную сторону Иссыкуля, сходить в горы, посетить термальные источники, спуститься вниз в их абрикосовый рай. Там у них, это был Каджисай, там как раз страна у них абрикосов. И потом вернуться домой. Тоже было очень интересное путешествие. А в этом году? А в этом году как раз был нами любимый Алтай и именно Катуньский хребет, где самая высокая точка Сибири и Дальнего Востока находится, гора Белуха. Самые великолепные озера, самые разнообразные озера, где мы бы не были, в каких районах, это там. Такой красоты не увидишь нигде, это факт. Поэтому, безусловно, очень красивая природа. А потом, все-таки, это южнее нашего Кузбасса, поэтому горы все-таки более сухие, меньше глины, больше песка. По высоте все-таки Белуха 4600. Значит, ты поднимаешься на такие хорошие ландшафты, где уже только камень, лед, снег и скалы, больше ничего нет. И, конечно, это такое хорошее оставляет впечатление. Походов у Ирины Леонидовны было много, но особенно ярко запомнился, конечно, первый, когда увидела то, что никогда бы не увидела, живя в низине. Мы поднялись на высоту 4200, вокруг только вершины, только снег. А слепительное солнце, было такое затишье, что мы, честно говоря, там даже умудрились позагорать. И потом уже быстренько спускались вниз по леднику. И ощущение вот этой красоты такой, это же получается, ты ближе к космосу. Ты оторвался от Земли, ты уже выше туда. И уже нет вот этих привычных земных наших ландшафтов, уже что-то совершенно другое. С одной стороны, минимализм, потому что оттенки серый, белый, голубой, вот так вот. И все, никакого-то зеленого, красного, синего и всего остального, но это очень сильно почему-то вдохновляет человека. Ирина Леонидовна и своих детей влюбила в горы. Всей семьей они покорили не одну высоту. Сегодня профессиональная путешественница, конечно, мечтает о новых туристических походах. Но есть и еще одно заветное желание. Собрать своих внуков, дай бог, чтобы было много, и сводить их в красивые очень места, но такие, чтобы они были доступны для них. Ну, может быть, такое мое желание, вот это общение с природой, любовь к горам, чтобы я смогла передать своим внукам. Захотят принять, если это им будет интересно, пусть примут. Не захотят, значит, какой-то свой другой путь выберут. У каждого своя траектория жизненная. Главное – свой верный путь найти и верной дорогой топать. И никогда не поздно свернуть на горную тропу. Среди начинающих туристов, с которыми путешествовала Ирина Леонидовна, много взрослых. Новички со всех уголков России и других стран решаются отправиться в горы. И никто об этом еще ни разу не пожалел.